Есть ли у спортсменов какие-то специальные требования в гостинице, которые соблюдаются? Мы в основном дело имеем с организаторами, не прямо с командами, то есть ФИБА или другая организация. Так вот, требования основные и желания спортсменов, чтобы комнаты были просторные. Основные требования к комнатам – это кровати. То есть особенно, я насколько знаю, чем дальше, тем эта проблема должна быть решена сложнее. То есть сейчас требуется не для всех играх удлиненные кровати, но я знаю, что ФИБА уже на следующий чемпионат или что делает требование, чтобы все кровати были удлиненные, то есть длина где-то 2 метра 60 требования. Так что гостиница обычно, сами понимаете, имеет двухметровые кровати и так далее, и сложно ей переронтироваться. И мы должны были переронтироваться, потому что команды, так мы принимаем одну-две команды, нет проблем, а сейчас 12. Значит, надо группировать, чтобы комнаты рядом были, одна команда, а у нас может фонд комнат разбросан. Так мы сейчас должны подстроиться под эти 12 команд, чтобы они более-менее кучно были, и мы должны вот эти перестройки делать и так далее. Вот и основная проблема – это кровать. Насколько я вот помню, я сейчас по договору, мы должны каждой команде предоставить 7 удлиненных кроватей. То есть если команда состоит из 12 или 14 человек, половина удлиненная. По ширине, жидкости никто нам ничего не говорил. Но идеальный вариант ясно, что бы кровати были бы пошире, но это требует простора, комната должна быть просторной. А сейчас строятся гостиницы, больше всего такие, знаете, никто не хочет много простора, больше комнат. У нас, как бы, вот если смотреть в Вильнюс, так у нас, наверное, самая просторная комната, потому что в других гостиницах чемодан положишь и пройти некуда. Скажите, по питанию какие-то определенные у спортсменов требования существуют? Ну, что касается этого чемпионата, мы пока там не имеем такой конкретики, но мы работали очень много с национальной командой Литвы, которая готовилась к чемпионатам Европы, мира, Олимпийских игр. Она уже 3-4 года сборы делала у нас, когда они в Вильнюсе. И там врач делал такие требования. В основном, чтобы не было всяких там жирных вещей, соусов. Ну, врач говорил конкретно. Супы должны быть такие, чтобы там без каких-то ингредиентов. И мы делали для литовцев, допустим, там такую хорошую пищу с выбором, но там никаких соусов, десертов, много фруктов, воды. Ну, вот такого. И, допустим, мясо или что, допустим, там говядина или что, это без соуса. И мало как бы такой. И основном, там, знаете, паста или там курица в основном идет и так далее. Когда мы имели футболистов, иногда приезжал шеф-повар этой какой-нибудь команды, там английской или что, но он сам, может, не готовил, только так смотрел, их устраивало, даже питание. Но рекомендации какие-то давали. Профессиональные, допустим, клубы Англии, они очень все четко делают, присылают даже ориентировочное меню, и мы это делаем. Если не имеем продуктов, заказываем, если нет, они какие-то там привозят сами. Ну, знаете, экзотические страны, там, может, Турция привезет, чего-то там, мы не знаем. А гостиница будет закрыта на чемпионате? То есть это будет только для команд во время чемпионата, да? Или будут еще клиенты? Нет, не будет. В нашем случае не будет, потому что, как бы, мы имеем 192 комнаты, и они все заберутся командами, так что ни одного человека нет. Какие-то будут меры безопасности? Будет специальная система отпусковая? Ну, это больше, вот, Миндогас может сказать, но, насколько я знаю, это все будет. Даже эти, знаете, ворота, ну, то есть, ну, как ворота, металлодетекторы или что, вот такое. Контроль будет, да. Их больше всего интересуют тренажеры, но, вот, насколько я вот здесь уже работаю с 93-го года, и сколько я имел команд, никто во время соревнований не влекался этим делом. То есть, тренажерами или в бассейне, или в сауне они сидели. Но, в массовом порядке. Так что, тут, не знаю, таких требований не было. Но, вот так как у нас все есть, более-менее так. Скажите, если, например, ребята-баскетболисты захотят в гольф поиграть, могут ли это сделать? Да. Ну, как могут. Все можно, но это надо уже будет платить. Потому что есть то, что мы предоставим, то, что входит по договору с организаторами. Остальное все. Они могут все заказать, что хотят. Что возможно. Гостиница, как бизнес, заинтересована в том, чтобы принимать... Я же понимаю, что, наверное, там гостиница какие-то делает скидки, да, на большие заказы. Заинтересована гостиница, как бизнес, в том, чтобы принимать такого рода события, вот, команды Евробаскетов? Это зависит от ситуации в стране, городе, гостиницы, и где она расположена, и так далее. Много факторов. Если бы я был в центре, я вряд ли согласился. То есть я во время чемпионата могу получить больше клиентов за более высокую цену. Но здесь дело в том, что здесь за год ты гарантирован. А если откажешься, гарантии никаких. Так что тут... И плюс у нас довольно было тесное сотрудничество с Федерацией Литвы уже несколько лет. Так что мы как бы были довольны, и они заранее имели это дело уже как заказано. А так, знаете, если в центре самом, в Вильнюсе, смотрелось опять страна, город. В Вильнюсе гостиниц не так много. А если вот серьезные события и мест нет, тогда гостиница, которая хорошо стоит и популярна, она может заработать на болельщиках. Ну, не на каких-то серьезных болельщиках, я имею в виду, ну, таких корпоративных. Вот и мы имеем уже заказы, уже подтвержденные. То есть, когда будет финал после нас в Каунасе, то в Каунасе вообще там гостиниц очень мало. Команды занимают, пресса, официозы, да? Так куда деваться болельщикам? Так у нас заказаны уже комнаты на несколько дней. И будут люди смотреть, в Каунасе жить здесь. То есть, 100 километров – это им час езды. И это групповые заказы, не одиночки. То есть, банк какой-нибудь или другая корпорация заказывает. Вот на, допустим, самый финал. Ну, то есть, третье, четвертое место. Не на прелиминарное. И вот мы на это тоже рассчитывали. Мы находимся здесь 100 километров от Паневежица. Квалификация Паневежица. Там жить сложновато. 100 километров. Тоже можем мы по пути, на трассе. Так что тут каждому гостинице, каждой гостинице надо подумать. Стоит ли брать такой бизнес? И другое, сколько организатор предлагает за услуги. Если организатор не очень много предлагает, тогда надо очень особо думать.